Не уложились, никак не ожидали, что весь июнь будут идти дожди, оправдывается подрядчик. К первому июля обещали устранить все огрехи своей работы, но крыша по-прежнему течет, влага попадает на потолки и стены. Капитальный ремонт 325 детского сада в поселке Мехзавод провели еще в сентябре прошлого года. Тогда же и выяснилось, что кровля сделана с нарушением технологий. Конечно, после того, как пошли дожди, выпал снег, пошел грибок, плесень. И, честно, очень страшно для ребенка отдавать, когда в группе, извините, плесень. 325 детский сад комбинированного типа. Сюда ходят 260 детей, часть из которых имеют проблемы со здоровьем. Устранить все нарушения за свой счет подрядчика обязали представители городской администрации, прокуратуры и Общероссийского народного фронта. К сожалению, мы констатируем, что те обещания, которые давали строители, они их не выполнили. И на сегодняшний день мы договорились уже с администрацией города и области о том, что до 20 июля все работы будут доведены до нужного уровня. До конца июля подрядчик должен заменить 400 квадратных метров кровли и после этого провести косметический ремонт стены потолков, испорченных водой. Также необходимо заменить скользкую керамическую плитку на входах на более безопасную. Если этот срок подрядной организации не будет выполнен, нашим департаментом совместно с представителями народного фронта будет направлено обращение ФАС о включении подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков. В случае, если подрядчик не уложится в сроки и на этот раз, администрация города обратится в суд с просьбой заменить строительную организацию. Платить за ремонт по-прежнему будет недобросовестный подрядчик. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События.